Так, ну что, ребята, хочу рассказать о продолжении работы с открытием нового бизнеса. Как вы знаете, я был недавно в сети, узнал, что там нужно мне еще сделать. Мне дали там список вещей. Изначально мне сказали, что я могу сам сделать какие-то рисунки и сам их засаммитить, то есть отправить, и проблем не будет. Но как только они там что-то посмотрели и сказали, что мне нужно будет переводить из одного офисного состояния в другое, мне нужно обязательно набирать архитектора. Ну, я так вскруснул немножко, но думаю, ладно, поищу, у меня есть архитектор, как бы свяжусь с ним. Мой архитектор занят, он недорогой, достаточно недорогой. Вот, и я начал других искать. И в общем, мне дали несколько предложений, сколько это будет стоить, 10 тысяч долларов. Ребят, несколько страниц сделать 10 тысяч долларов. Причем я им начал объяснять, что мне нужно. Мне там не нужно никакие там расписывать какие-то, ну, 20 листов чего-то. Мне нужно просто буквально несколько страниц того, что я буду там сносить и то, что я буду добавлять. Вот, и, ну, нашел, короче, одного, вон там, пересмотрел свое предложение, 4 тысячи долларов. Но это все равно 4 тысячи долларов. Ни за что, на самом деле, там, не знаю, ну, от силы 5 часов работы. Вот, вот, потом я начал копаться. И до меня там уже кто-то был, ну, кто-то снимал этот офис. И у них был похожий, фактически похожий бизнес. Там, ну, другое направление, там, виртуальная реальность. У них там стояли станции, люди играли. Но суть-то такая же. Я еще раз поехал в то место. Мужчина поднял планы, которые были до этого, как бы, сделаны в предыдущей компании. И оказалось, что уже ассембли. То есть, уже сделано все, что нужно. Мне не надо переделывать. И значит, что я могу сам это все засубмитить. Но он мне там тоже сказал, что нужно, как рисунки должны выглядеть, какие у меня там ошибки. Нужно добавить двери, там, нужно расписать детали, какие коды должны использовать. Я говорю, откуда я знаю, по каким кодам, ну, там, эти двери должны быть делаться. Ну, он говорит, зайди на наш сайт, посмотри. Мне опять, ну, как бы, немножко повезло. Я делал вот большой проект. То есть, предыдущий офис я делал для своих вот эскип-румов. И, ну, мне надо было нанимать контракт, а там было много работы. То есть, мы там, ну, строили очень много. И архитектор мне там все сделал. В общем, что я сделал? Это в том же районе самое главное. Я, короче, пошел и просто нашел архитектурные вот эти. Сейчас я вам покажу. Так, я, получается, вот нашел планы. И с них тут взял вот как раз, какие коды тут должны использоваться. Вот, в принципе, это в том же, в той же каунте. И, ну, я все это, как бы, сейчас скопировал. Вот, взял тут еще кое-какую информацию. Например, они мне сказали, нужно описать, как двери будут устанавливаться, какие. То я тоже вот из этих тут планов, вот, допустим, вот, как должно вот здесь, ну, вот, железный фрейм. И как оно должно, то есть, я вот это вот скопировал. Тут вот описание тоже архитектором сделано. Как-то разные двери должны быть описаны. Я сделал такую же табличку, просто вот по этому описанию, по этому образцу. То есть, мне повезло. То есть, вот видите, здесь штамп. То есть, вот для того, чтобы засадменить, нужно архитектор, чтобы штамп поставил. Но вот в моем случае, который я делаю сейчас, штамп вот этот не нужен. То есть, в принципе, вот эти 4 тысячи долларов, что они хотят с меня, это вот фактически за штамп и за немножко вот работы сделать вот такую штуку. Вот, но в итоге, смотрите, я сделал вот сам такое. Тоже описание проекта я взял идею тоже с этого, моего предыдущего проекта. И вот просто сделал, то есть, вот распечатал тут документ. Вот, сам сделал. То есть, вот это все коды, которые будут использоваться, должны как будто использоваться. Ноутс написал, то есть, что тут будет происходить, какие у меня тут будут renovations, какой ремонт. Вот, описание проекта, сколько он тут, ну вот, и некоторые такие всякие мелочи. Вот, потом вот в автокаде, как вы, может быть, видели до этого, то я тут сделал, видите, на белом фоне распечатал тут все. Ну, в общем, они мне сказали, что нужно двери сделать и вот двери нарисовать. Видите, вот здесь двери нарисованы везде. А пометить их, вот я сделал пометку, видите, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот, и потом вот сделал описание, то есть, вот я это все распечатал. Так, и вот двери. И вот потом я сделал описание, что каждая дверь сделала описание, какая она и будет. То есть, уже существующая дверь и так далее. Двери, которые мы будем устанавливать, что у них будут тут замки, эти петли. Ну, в общем, такие вот, ну, это не двери. Вот, и вот тут описание, ну, то есть, вот этот рисунок я взял, тоже просто скопировал. Это как должно делаться фрейм, то есть, как, ну, в двери, в стене вырежут проем и вот как вот это будут делать. Вот, то есть, вот это вот я понесу отдавать. Надеюсь, что больше ничего не надо будет. Вот, и в описании я указал, вот видите, цифра 1 и тут цифра, вернее, буква А, вот, и буква Б. То есть, вот А это мы будем сносить то, что тут есть, а Б это будем врезать вот наши двери. Вот, то есть, все по размерам я нарисовал, померил помещение, как вы видели. И все сделал. То есть, в принципе, вот это, я надеюсь, если все пройдет, то вот и сэкономит мне как минимум 4 тысячи долларов. Также еще я связался с городом насчет лицензии на продажу алкоголя. Мне сначала сказали, что, ну, нужно обязательно продавать еду, причем там 50% как минимум еды должно продаваться и 50% алкоголя. Я им послал всю информацию, какой у меня бизнес, что мы, ну, нам не надо еду. Там есть такой лицензия в других районах, где можно просто, что люди сами приносят там вино и там его распивают из бутылки. Ну, как бы в стаканы наливают. Вот, то есть, даже их продавать не надо. Или же я хотел бы там бар устроить, чтобы можно было им как в баре купить алкоголь там и пойти там попить пиво или вина. Вот, то есть, я им прислал ссылки на другие бизнесы, существующие в других районах, где разрешено без еды. И, ну, вот, жду, они сказали, что они сейчас рассмотрят это и дадут ответ. Но это уже тянется до вторую неделю, то есть, пока ответ не дали. Надеюсь, в скором времени дадут. Потому что очень бы хотелось, если, ну, мне разрешат алкоголь продавать, то прибыль будет просто вдвое больше. Вот, чтобы вы могли представлять. То есть, по расчету, то есть, я никогда не продавал, никогда не было в баре, никогда не продавал алкоголь. Но от того, что я вот сделал там исследование, ну, поспрашивал людей, там, на интернете почитал. Вот, ну, говорят, что, как бы, половину прибыли приносит тут.